Энергосбережением на Муромском радиозаводе стали заниматься от безысходности. В 2002 году экономическое положение на предприятии было очень сложным. В течение двух лет по пятницам приходилось буквально шапкой обходить рабочих, собирать оплату за электропотребление. Брали в долг, а после отдавали. Люди готовы были жертвовать своими сбережениями, ведь электричество – это то, на чем держится работа производства. Первым делом мы попытались установить счетчики. Это очень дорого. Денег и так нет, но мы начали со счетчиков. Действительно, мы счетчики установили и стали контролировать примерно так, кто в каком цехе в обед не выключил даже лампочки. Это было видно. Вот обед начинается, и все выключают освещение, и потребление падает. Поэтому мы сделали систему «Оскуя» – автоматическая система контроля учета электроэнергии. Ну, наверное, сейчас у многих она есть. Ну, просто мы это начали еще в 2002 году. После установки электрощетчиков наглядно стало видно, что расход энергии отдельных производств действительно серьезный. Однако энергетика не только свет, а еще и багрев и воздухообмен в цехах завода. Начали с воздуха. У нас была центральная компрессорная. Это центральная компрессорная. Там стояли мощные 200-киловаттные компрессоры. И воздух по всему заводу, по всем цехам растекался. Значит, самое простое опровержение вот такого принципа построения – это то, что зимой где-то на 40% потребления за счет сжатия от температуры воздуха, воздуха нужно гораздо больше производить. Поэтому мы начали с того, что во все цеха установили маленькие компрессоры. Итальянские винтовые компрессоры. И сейчас для того, чтобы, допустим, покрасить, окрасить что-нибудь в малярке, не надо запускать 200-киловаттный компрессор. А нужно компрессор, который 2 киловатта. В результате колоссальная экономия. Воздух стал дешевле в 4 раза. Следующим этапом на пути к энергосбережению стала передача муниципалитету тепловых сетей. Осталась на заводе лишь одна котельная для нужд гальваники. Приходилось закупать мазут, дрова котельная дровами разжигалась. До 12 часов нагнеталась температура для подачи пара в цех гальваники. Материальные потери при этом были колоссальными. Отжившую свой век котельную закрыли, купив взамен электропарогенераторы. Мы начали с того, что купили электрические парогенераторы. Тоже нужное количество их установили, котельную закрыли. И она у нас уже где-то лет 10 не используется. Теперь она уже даже и не нашим, и сплавили удачно и выгодно. Вот эти парогенераторы, они позволили резко сократить и получить прибыль первую. Значит, через несколько лет мы прочитали, что уже есть не парогенераторы, а электронагреватели. Электронагреватели на эффекте, тоже вы их посмотрите в гальваники, на эффекте Теслы. То есть там на самом деле, вот кто изучал эту теплотехнику, коэффициент полезного действия, если его посчитать, он больше 100%. Такого не бывает. Кроме того, на радиозаводе установили электронные задвижки на централизованную теплосеть. Если на улице тепло, срабатывают датчики и задвижки закрываются. При этом в помещениях на территории завода все равно комфортно. На зданиях завода сделана наружная теплоизоляция стен и крыш. Мы свои проблемы решили. Мы задвижку поставили и берем тепла столько, сколько нам нужно. Вот сейчас нам не нужно тепла еще целую неделю. И мы не будем брать. Но тепловые сети-то уже начали сезон. Куда им девать тепло? Вот эта проблема не решена. Она не решена в целом по государству. Потому что нужно сделать какие-то законы, чтобы это было выгодно экономить. То есть если им газ выделяется, я не знаю, может они газ закупают на месяц вперед, и они должны брать этот газ все равно. Потому что если они его брать не будут, они все равно за него уже заплатили. Но я не знаю, как там сейчас сделано, но, видимо, не решена проблема газохранилища. То есть вот я, например, сделал в городе газохранилище. И когда тепло, тот газ, который мы закупили, нужно закачивать в это газохранилище. И использовать его тогда, когда температура становится очень низкой и нужно большое количество газа. Вот это регулирование, оно бы что-то позволило сделать. Нашим государством не всегда контролируется выполнение законов. К примеру, был указ об обязательном проведении энергоаудита. На радиозаводе заплатили 200 тысяч приехавшим специалистам. Они ходили долго по цехам и выдали официальную бумагу. Мол, аудит здесь проведен. На этом и уехали. Мы пошли дальше. Мы взяли и пригласили энергоаудиторов из Чехии. Приехали мужчины, женщины с чемоданчиками, походили по предприятию. Сказали, ну, в принципе, у вас все нормально. Но вот с оборудованием есть проблемы. Вот ваши печки, они на 360 киловатт. А надо всего на 65. Это лучшие образцы мировые. Вот 16 киловатт, а надо 6. И предложили, конечно, где это можно купить. Мы съездили, посмотрели. Действительно, так и есть. В Чехии у нас ездил замначальника производства. Мы сейчас все закупили. Вот вы сегодня пойдете смотреть, посмотрите, что часть печек уже установленная работает. Часть вот уже специальных помещений сделали. Они тоже установлены. И идет их подключение. Колоссальная экономия энергии. Очень большая. На радиозаводе окна сделаны и внутрь коридора. Освещение из кабинетов проникает и сюда, что позволяет тоже экономить электричество. Приобрели энергоэффективные лампы освещения. Однако на достигнутом заводчане останавливаться не хотят. На сэкономленные деньги покупают новые станки и оборудование. При этом доля энергетики в себестоимости продукции завода сегодня составляет чуть более процента. Для сравнения, в 2002 году она достигла 16%. Реализация энергосберегающих проектов выгодны государству в целом. Это могло бы привести не к строительству, а к сокращению атомных электростанций. Поэтому строить, допустим, Нижегородскую атомную станцию преждевременно, то есть мы не использовали ресурсы для обеспечения энергоэффективности. То есть половину средств, которые необходимы на строительство новой станции, можно бросить на энергоэффективность. И мы через два года получим... Вот станцию нужно 10 лет строить, а мы через два года можем получить ту же самую мощность на Владимирской и Нижегородской области, всего лишь сделав мероприятие по энергоэффективности. Вот здесь вот, я думаю, просто откровенно говорю, потому что у людей ума не хватает, это предложите сделать. С 2002 года предприятие не получило от государства ни копейки. По мнению Льва Семеновича Лазарева, на энергосберегающие технологии деньги нужно выделять под рекомендации хорошего энергоаудита в долг с отстрочкой платежа лет так на пять. За это время предприятия получат эффективность от энергосбережения, смогут рассчитаться по долгам, встать на новый уровень развития и сэкономить для государства колоссальные средства.